Сегодня у нас идет опера «Царица», выдающаяся нашего современника Давида Тухманова, потрясающего композитора, которого знают все по его песням, альбомам. Но мало кто знает, что это действительно серьезный композитор, который помимо своей песенной карьеры, как говорят, пишет в стол, такое есть выражение, пишет то, что ему необходимо писать. И он написал вот такую оперу, это действительно настоящая опера, опера «Царица» про Екатерину II. И сегодня у нас идет выставка императорского фарфорового завода, выставка уникальная, она посвящена как раз фарфору, который изготавливался и при Екатерине II, и был посвящен этому времени. Тем более, что в этом здании когда-то княгиня Дашкова пригласила, она была владельцей этого здания, пригласила Екатерину II на чай. И в этом зале как раз состоялось чаепитие нашей русской царицы с княгиней Дашковой. Поэтому все это такое память-место, и сегодня это все происходит здесь. Фарфор – это интимная вещь, чашка, из которой могла пить императрица, например. Ты вдруг понимаешь, что вдруг и ты можешь выпить из этой чашки. То есть какая-то мистическая на самом деле вещь. Я считаю, что все-таки фарфор, вот такой фарфор – это не утилитарная бытовая вещь, это все-таки предмет искусства. И именно в этом соревновались всегда изготовители фарфора. Насколько он будет тонкий, насколько он будет красивый. И до сих пор это ценится именно как предмет искусства. Давид Тухманов всегда был очень талантливым человеком. И поэтому мне вот действительно очень интересно. Но я не то, что думаю, а вот как он написал. Нет, я уверена, что это будет очень хорошо. Вот. Он прекрасный мелодист, он вообще очень нестандартно мыслит. И мне кажется, что мало кто сейчас пишет оперу в таком классическом ее понимании. Опера Тухманова – это должно быть что-то из ряда вон выходящее. В хорошем смысле это слово. Я надеюсь сегодня, так сказать, как минимум получить удовольствие, приобщиться и расширить немножко границы своих познаний. Я хоть и не оперная певица, но на этой прекрасной сцене начинала как приглашенная певица в спектакль «Летучая мышь». И я на этой сцене пела еще до того, как этот изумительный театр приобрел новые интерьеры. Мне кажется, сама опера садится, и вот новые стены театра «Геликон», вы знаете, они пропитаны вот этой красотой, корней нашей культуры российской, нашей истории, ну и нашего призвания, наверное, в этом мире, нести некую, значит, такую духовную торжественность, что ли. Редактор субтитров А.Семкин